В четырех школах Толюбийского района Туркестанской области до сих пор не завершили текущий ремонт. Ученики по-прежнему учатся в тесных классах. По проекту все работы строительная компания должна была завершить к первому сентября. Почему они не выполнили обязательства, выясняла Наталья Волкова. За партами этой школы в селе Берншимамыр должны были сидеть школьники. Но этому не суждено было сбыться, несмотря на то, что уже и сентябрь заканчивается. В школе до сих пор в Виала тянется ремонт. На объекте работают всего пара человек. Заместитель директора Жанар Арзембетова сомневается, что подрядчик закончит работы в ближайшее время. Поэтому под учебные кабинеты приспособили и актовый зал, и кабинет психолога. Мы переоборудовали кабинет краеведения, перенесли туда старые парты. Что касается подготовительных групп, то школьников, которые учатся во вторую смену, перевели в первую. Здесь обучаются две сотни учеников, и затяжной ремонт в здании серьезно мешает учебному процессу. Он еще и создает большие неудобства для тех школьников, кому требуются особые условия для получения знаний. У нас есть семь классов для особенных детей, которые должны учиться отдельно в специализированных помещениях. Однако мы вынуждены разместить их в других обычных корпусах. Ремонт не приблизился к финальной черте даже после штрафа, наложенного на подрядную организацию. Теперь районный отдел образования намерен обратиться в суд. Ведомство планирует внести строительную компанию в список недобросовестных подрядчиков. Наложили штраф в размере миллиона 638 тысяч тенге. Если ситуация не изменится, штрафы продолжат начислять ежедневно. Если подрядчик не выполнит условия договора, будем вынуждены внести его в черный список. Подрядная организация получила заказ и на ремонт фасадов еще трех школ района. Но и там работы далеки от завершения. Наталья Волкова, Жандос Жумабек, Ербулат Абиш, Туркестанская область, 24КЗ.